Хочется затронуть очень важную тему. Голод это основная причина гибели птиц зимой, поскольку большинство традиционных способов их пропитания становятся недоступны. Чтобы помочь пернатым и научить правильно заботиться о птицах, была организована всероссийская акция «Хранители птиц». Поговорим об этом с руководителем Органитологической школы Городского детского экологического центра Мариной Сергеевой Галишевой. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, сначала про эту акцию, кто был ее инициатором, что это вообще за акция? Дело в том, что мы, все детские организации и взрослые, проводят постоянно каждую зиму акции, которые связаны с подкормкой птиц. И это неспроста, потому что именно к февралю у птиц корм заканчивается. А ведь все знают, что нужно кормить именно насекомоядных птиц зерноядные. Не все знают, подождите. Это гораздо легче найдут себе пропитание. Так. Дело в том, что вы же знаете, что все насекомоядные уже улетели в теплые края. Но очень малые их части, которые умеют добывать корм из-под коры, из каких-то полостей, они остались. Это синицы, поползни, корольки. И вот им в феврале очень сложно. Поэтому все акции приурочены к этому времени. Как раз все уже выедено, там ничего не осталось, и они начинают просто гибнуть, особенно если холода. А вот наша задача как раз прокормить вот этих насекомоядных птиц, не отдавать корм голубям. И на это все и направлено. Ну вот могу рассказать примерно, что главные какие принципы подкормки. Давайте, конечно. Самый простой подкормочный столик, он бывает вот такого типа, любого размера. Главное, чтобы было дно, крыша, чтобы ничего не засыпало, бортики, чтобы не раздувалось. И, посмотрите, вот это отверстие, в него может пролезть голубь. Значит, это не совсем правильно. Конечно, легко насыпать, но лучше бы здесь сделать речку. И птицы будут мелкие садиться, и большие не проникнут. Потому что голубь просто все моментально съест, и наши синички останутся голодными. Вот эти речки не забывайте предотвращать доступ крупных птиц. И мы предлагаем, вот наш городской детский экологический центр в этом году активно этим занимается, изобретать автоматические кормушки. Потому что второй принцип – это важно, чтобы кормушка постоянно работала. Если вы повесили кормушку, один раз туда насыпали, а второй раз забыли, то птицы ждут, и они просто могут погибнуть, потеряв вот это вот ценное время. Оно же короткое, короткий период кормодобывания. Можно это как-то приподнять, показать? Так, вот смотрите, насыпается полностью эта кормушка семечками. Внутри находится тоннель, эта кормушка называется автоматическая тоннельная кормушка. Там внутри, в этом тоннеле, есть отверстие. Птичка забирает оттуда зернышко и улетает. Вот эти вот речки нужны для того, чтобы она там могла посидеть какое-то время, приноровиться, и чаще всего эти сложные кормушки осваивают как раз умные насекомоядные птицы. Все, мы зерноядных более-менее отсеяли. А еще вот долгоиграющая такая. А здесь у нас насыпается полностью семенами. Здесь внутри, в этом самом тоннеле, проделано отверстие. Птички забирают зернышки, и эти зернышки возмещаются. Эти зернышки постепенно просыпаются. И потом, открывая крышечку, ты снова восполняешь полностью запас. Здорово. Посмотрите, я могу даже тут же изобразить. 5 литров, это уже вот если вам 3 дня нужно кормить семечек. И, пожалуйста, 2 литра, если вам 2 дня нужно кормить семечек. Вот эта 2-литровая бутылка, пол-литровая бутылка. С одной стороны прорезано отверстие. Вы потом пропишите туда этот тоннельчик. Можно, конечно, клеем это заклеить. Давайте я подержу. И все, ваша кормушка готова. Здесь отверстие провязано, да? Да, здесь отверстие. Если вы хотите именно, чтобы ваша синичка задержалась на вашей кормушке, можете вот такие прорези протолкнуть любую веточку. Реечку, да, сделать? Реечку какую-то, да. Здорово. Прилетел, посидел, покушал? И улетел, а пролетел. Очень здорово. Через некоторое время, конечно, и воробьи могут освоить такую кормушку. Ну, ребят, можно сделать еще более креативную кормушку, которая не имеет ни дна, ни крыши, никаких бортиков. Ни аналогов не имеет. Ни аналогов. Ну, полный креатив. То есть, семечки – это отличная еда, потому что это, по сути дела, очень жиросодержащий, энергетический такой, так сказать, корм. Вот. Но можно сделать еще более энергетический. Вот это сало. По сути дела, птицы едят насекомых. Это кусочек сала в хитиновой оболочке. Мы предлагаем просто свиное сало. Привязываем на веревочку. И вот если бы у вас какая-нибудь люстра была, можно было бы прямо закинуть. А мы закидываем на ветку, рядом же с этой кормушкой, то есть, чтобы птицы знали, о, здесь столовая, здесь разные варианты, и здесь поклевали, когда холода, они начинают сало. Первое, второе – компот. Да-да-да. Компот, надо подумать, какой еще будет. Вот. Но вообще, вот в таком виде птицы подвешиваются. Тоже воробьи не могут это добыть. Вороны чаще всего тоже, голуби тем более. А вот синички подвешиваются, у них цепкие глотки, и они это все едят. Так, но мы с вами как-то все сосредоточились на синичках. Неужели больше нам некого кормить? Поползни. Едят все то же самое? Едят все то же самое, да. Поползни. Да, поползни. Это очень ценная, это очень хорошая птица, по сути дела, микродятел такой. Она... Поползни в микродятел. Да-да-да. Вот. А, иногда, кстати, вот насалы и дятлы прилетают. Это тоже, как вы знаете, санитары такие леса. Вот. И кормить надо, прямо подчеркиваю, синиц, у нас их много. Вот эта лазоревка, недавно она у нас появилась в наших краях, она продвигается с запада, с голубой шапочкой. А вообще есть большая синица, хохлатая синица, длиннохвостая синица. Вот этих, множество вот этих синиц нужно кормить. В общем, нужно изучить, во-первых, кто где обитает, мне кажется, да? Да, мы приглашаем в орнитаж школу, пожалуйста, и взрослых, и детей, городской экологический центр. А расскажите еще, где располагать кормушки так, чтобы вот они были доступны для нужных, опять же, птиц? То есть, насколько высоко нужно вешать, вообще, как часто их нужно вешать, то есть, какие расстояния между ними соблюдать? Это совершенно по усмотрению, можете через каждый метр повесить, птицы будут просто выбирать. Можно и по высоте, я живу на шестом этаже, прекрасно птицы прилетают и кормятся. Из этой кормушки надо только следить, чтобы она никому на голову не отпала, потому что сначала ее нужно открутить, насыпать, потом снова закрутить, повесить. Вот, а так совершенно... Единственное, что желательно в одном и том же месте. То есть, вот вы повесили, и туда приходите, птицы постепенно понимают, что здесь всегда есть еда, и прилетают. Очень хочется спросить, ну, вот про синичек поговорили, про пополозни тоже немножко зацепили, да? Что по уткам? А, по уткам. Уток сейчас вполне можно подкармливать. Причем, вот наше орнитологическое общество считает, что, и ядов тоже в том числе, что подкармливать хлебом можно. Единственное, не нужно кормить заплесневелым хлебом, вообще никакими не испорченными продуктами. Птицы так же, как и мы, это плохо переваривают. Вот, но как только, самое главное, как только стаивает лед, нужно прекращать подкормку уток. Почему? Это очень важно. Во-первых, потому что они тогда переключаются на естественный корм, а это и им полезнее, и водоемам полезнее. Они очищают от растительности, от излишней, от зацветания и так далее. И главное, вот этим же синичкам это тоже полезнее. Почему? Потому что избыточный корм, он вызывает вот этот летний избыточный корм, когда они еще и свой едят, а люди и бросают, и бросают. Получается замусоривание водоемов, берегов, появляются грызуны. И насекомоядные птицы переключаются с насекомых, которыми они должны кормить своих птенцов, на хлеб. И вот наши синицы в Харитуанском парке, мы занимаемся исследовательской деятельностью, активно просто гибнут от этого. Мы видим, как самка несет не насекомое, а хлеб, 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 и из 11 птенцов выживает 2, а это полная катастрофа. То есть я призываю активно в апреле прекращать кормить уток. Сейчас можно. Ну, в общем, на прикорм уток у нас еще есть 2 месяца. Да, да. Все запомнили, надеюсь, все записали, кому это было особенно важно и интересно. Я напомню, у нас в гостях была Марина Галишева, руководитель орнитологической школы детского экологического центра. Друзья, кормите правильно наших птиц, чтобы они нас радовали как можно дольше.